Значит, а сейчас я бы хотел все-таки вот вернуться еще к той задаче, которая была задана на прошлый раз, потому что я вас спросил, доделали ли вы задачи с позапрошлого раза, которая была задана на прошлый раз, определение типа движения. И как-то вот такое ощущение, что никто не доделал. Я сказал вам доделать к этому разу. И вот сейчас я хочу, чтобы кто-нибудь из вас решение до конца довел. Значит, я напомню условие, это задача, но она не совсем из задачника, я ее частично взял, условие из задачника. Там у нас, значит, движение в векторной форме записывается как линейная часть. Там, значит, матрица была такая, 2 третьих, минус 1 третья, 2 третьих, 2 третьих, 2 третьих, 2 третьих. Вот эта матрица дифференциала движения, значит, линейная часть, соответственно, мы эту матрицу умножаем на вектор столбец x1, x2, x3. А вектор сдвига, который мы добавляем, имеет координаты 2, 1, 0. Вот на позапрошлом семинаре мы начали разбираться с этим движением, мы поняли, напомните мне, что мы поняли. А мы не поняли, что это именно, поворот или винтовое. То есть мы поняли только то, что это либо поворот, либо винтовое движение. Ось мы нашли, не нашли. Ну вот давайте вот все это и сделаем. Значит, кто может? Хомякова? Ну ладно, пускай Хомякова. Правильнее было бы вызвать произвольного человека и проверить, сделали эту задачу или нет. Ну ладно, пусть будет Хомякова. Значит, продемонстрируйте нам. Во-первых, можно пользоваться тем, что мы сделали 2 семинара назад, не будем это повторять. Ну даже можно сказать, что он его порождает, наверное, да? Что собственное подпространство, ну да, правильно написали, что собственное подпространство порождается вот этим вот вектором В с координатами 1, 1, 1. Это мы сделали, да? Это повторять не будем вычисления. А теперь вот замерзем, что у нас есть ли вектор В наш? Да. 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 Нам нужно было в проекцию... В 0 плюс В перпендикуляр, как мы обозначали, да? В равно В 0 плюс В перпендикуляр. Проекция на пространство неподвижных векторов и ортогональная составляющая относительно этого пространства. Значит, пространство неподвижных векторов, оно вот порождено вектором В, который здесь написан. Так, ну и как вы пишите? А ми мы тоже не нашли, да? Еще не нашли. Значит, В 0 это проекция вектора В, вектора сдвига исходного начала отсчета на собственное подпространство с собственными значениями единицы. Ну, ортогональная проекция, как обычно считается, это порождающий вектор подпространства с некоторым коэффициентом, а коэффициент, он ищется, ну вот по тем формулам, которые в методе Грамма-Шмидта у нас, да, возникают. Скалярное произведение В на В деленное на скалярный квадрат В. Утверждается, что коэффициент равен единице, да? Так, давайте в стороночку отойдем. То есть при проекции вектора В на вектор, на подпространство одномерное, порожденное вектором В маленькое, мы получаем просто сам этот вектор В маленькое, вот, а вычитая вектор, найденный вектор В0 из вектора В, мы получаем В перпендикуляр, который действительно равен вектору с координатами 1, 0, минус 1. Так что на, так сказать, качественном уровне, что это, к какому типу относится это движение? Это винтовое, ну, винтовое вращение, винтовое движение, как угодно, правильно сказать, винтовое движение. То есть это поворот вокруг некоторой оси со сдвигом на вектор вдоль этой оси, да. Эта ось имеет направляющий вектор, как раз вот этот вот вектор сдвига, да, то есть вот ось по направлению вектора В. ну а чтобы найти эту ось и вокруг этой оси собственно происходит поворот а чтобы найти эту ось надо еще на этой оси найти какую-то точку вот как эту точку найти мы ее обозначали там P0 по-моему P0 да, то есть вот где-то у нас там живет начало отсчета по отношению к этой оси оно совершенно непонятно как расположено но вот если взять вот этот радиус вектор точки P0 относительно этого начала отсчета изначального, то он должен управлять вот такой системе линейных уравнений ну решаем поскольку все данные у нас есть матрица а минус е вот вы сейчас пишите это матрица коэффициентов этой системы линейных уравнений ну можно сразу наверное расширенную матрицу писать да значит к матрице коэффициентов приписываем столбец свободных членов это как раз столбец координат вектора B перпендикуляр со знаком минус да а вон у вас не надо смотреть тетрадку вон у вас B перпендикуляр то есть написан вот и дальше надо эту систему решить найти любое решение тут на самом деле решение будет не одно поскольку любая точка на оси движения подойдет но надо достаточно как бы одну точку найти и тогда ось движения будет однозначно задана это вы домножаете на 3 я так понимаю да давайте сразу свободный член тоже писать когда мы преобразуем матрицу мы преобразуем расширенную матрицу сразу ну и дальше уж тут комментировать особо не надо мы только будем следить чтобы нигде не ошиблись да-да-да-да-да сейчас а вы не хотите сразу начать преобразовать или вы боитесь запутать давайте сразу чтобы докануть местной доске ну можно в изначальной матрице прибавлять первую строчку ко второй с коэффициентом 2 так проще следить чтобы не запутаться идем дальше ну и последний шаг к улучшенному ступенчатому виду мы приведем и можно будет ответ написать ну тут вот вы видите что одно свободное неизвестное это как раз говорит о том что решение зависит от одного параметра мы выбираем точку на оси движения это прямая да вот как раз от одного параметра зависит например можно взять x3 равно нулю да x2 равно двойки а x1 равно единице то есть вот эта точка p0 мы ее нашли да прекрасно теперь что остается сделать нам нужно посчитать угол ну и давайте так рассуждать мы будем описывать движение геометрически да не просто вот в координатах там какой-то матрицы да а если мы описываем движение трехмерного пространства геометрически то когда мы вот описываем вращение вокруг какой-то оси да ось мы уже задали правильно вот нашли направляющий вектор этой оси и нашли точку п-0 на этой оси minus3 ось задали значит чтобы описать вращение вокруг этой оси надо задать угол вращения и задать направление вращения правильно вот если мы будем смотреть по направлению этой оси а А в данном случае направление у нас можно задать, например, вектором скольжения, вот этим вектором b0, потому что у нас же винтовое движение, у нас движение происходит со сдвигом, с дополнительным сдвигом вдоль оси движения, сдвигом на вот этот вот самый вектор скольжения. Поэтому его естественно взять за направляющий вектор вдоль оси движения. И вот если мы будем вдоль этого вектора смотреть, то тогда при нашем взгляде вдоль этого вектора вращение может происходить либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. И вот надо определить это направление. Вот как и то и другое делается, как определяется угол и направление вращения. Что для этого надо сделать? Ну, на самом деле можно взять любой вектор, перпендикулярный вектору, можно взять произвольный вектор, скажем, w, который перпендикулярен оси движения. И посмотреть, как этот вектор повернется под действием дифференциала нашего движения. Конечно, конечно, я ничего не имею против. Я просто к тому, что в качестве этого вектора w совсем не обязательно брать вектор b перпендикуляр. Он мог бы, например, оказаться равным нулю, и тогда его бы взять было нельзя. Вот. Ну, да не, ну тут как раз удобно, что координаты целочисленные. Это как раз хорошо, с целыми численными проще работать с ними, считать приятнее. Так что в качестве вектора w мы действительно берем вектор b перпендикуляр, в нашем случае, берите его. Ну, он, собственно, 1, 0, минус 1, да? Вот. И дальше надо посчитать вектор aw, да? Ну, вот у нас есть матрица А, да? Давайте перемножим. Давайте напишем. Так, мне кажется, в конечном счете будет быстрее. Ну да, то есть тоже получился такой целочисленный вектор, он тоже будет перпендикулярен, естественно, оси движения, куда же деваться. Вот. И дальше что нужно сделать? Угол поворота. Вот угол поворота, у меня фи уже занято под движение, да? Давайте угол поворота буду альфа обозначать. Что мы у этого угла можем посчитать? Косинус. Так что давайте будем считать косинус альфа. Напишите формулу для косинуса альфа. Скалярное произведение вектора w на его образ, а в знаменателе? Ну, зачем образа? Можно самого вектора w, но можно и образа, разумеется. Они имеют одинаковую длину, потому что... Вот. Можно будем считать, в знаменателе скалярный квадрат вектора w, да? Преобразование а, оно же ортогональное, поэтому... Вот. Ну, давайте напишем, что у нас получается. Значит, скалярное произведение вектора w с вектором w будет в числителе единица, да? А в знаменателе... Длина вектора w равна корень из двух, значит, будет в знаменателе двойка. Получается косинус одна вторая. То есть, это означает, что угол альфа, как абсолютное значение угла, вот без учета знака, да? Если мы интересуемся геометрическим углом, это будет абсолютное значение угла, да, положительное. А альфа у нас будет пенателе, да? 60 градусов. Угол с косинусом одна вторая. Теперь, как определить направление поворота? Значит, вот чем геометрически отличается, если посмотреть на картинку, чем геометрически отличается ситуация, когда поворот по часовой стрелке, как я нарисовал, если мы смотрим вдоль вектора скольжения, вдоль вектора на оси, да, то тогда у нас, то есть, когда мы завинчиваем винт, да, если поворот вот такой вот, то, значит, мы завинчиваем по часовой стрелке, это винт с правой резьбой, да? Чем отличается вот эта ситуация, которую я нарисовал, от противоположной? Когда у меня, здесь видите, вектор W повернулся, именно если смотреть оттуда, повернулся по часовой стрелке. Чем отличается эта ситуация от противоположной, когда вектор AW будет смотреть куда-то вот сюда? В чем разница между этими двумя ситуациями с точки зрения геометрии? Ориентация, правильно, а что ориентация? Скажите как-то почетче. Ориентация кого? Ориентация какого базиса? То есть мы рассматриваем вот эту тройку векторов. Вектор W, вектор W и вектор AW. Это будет тоже некоторый базис в трехмерном пространстве. Один вектор на оси и два ему перпендикулярно. И чем отличается поворот по часовой стрелке от поворота против часовой стрелки с точки зрения этого базиса? Разная стрелка. Ну какая, когда какая? Открывается, но если положительно, то хочется... Правильно. Значит, положительно ориентирован, если поворот по часовой стрелке и отрицательно ориентирован, если поворот против часовой стрелки. Ну вроде такое принято соглашение, что положительная ориентация, когда мы, если мы от первого вектора поворачиваем ко второму, то вращение идет вдоль третьего вектора, если по правилу правой резьбы, по правилу штопора. Тут так и получается. Ну тут правда у нас не первый и второй, а второй и третий векторы. Мы поворачиваем от второго вектора к третьему вектору, и вращение должно происходить, ввинчивание должно происходить в направлении оставшегося вектора. Правильно? Правило правой руки, да? Вот, значит, мы поворачиваем от первого ко второму, и, значит, ввинчивание должно происходить по направлению третьего вектора. Если смотреть по направлению вот этого вектора, вот давайте вот так вот смотреть, то будет по часовой стрелке, Смотря откуда смотреть. Надо смотреть по направлению того базисного вектора, который остался. Не из его конца, а наоборот из его начала, в сторону его конца. Еще раз, я говорил про первый и второй базисные векторы, тут у меня нумерация другая, второй и третий. Но циклическая перестановка не меняет ориентацию, правильно? Мы бы могли вектор W записать в конец. То есть вот такое правило определения, из физических соображений принято положительной ориентацией называть вот такую. Когда вращение происходит по правилу правой резьбы от первого базисного вектора ко второму в направлении третьего вектора. При правом винте, если на винте правая резьба. С точки зрения вычислений, как отделить эти два случая один от другого? Надо написать определитель матрицы, составленный из координат вот этих трех векторов в исходном базисе. Считается, что исходный базис у нас положительно ориентирован. То есть мы работаем в тех координатах, по отношению к которому исходное евклидово пространство положительно ориентировано. Если больше нуля, то положительно ориентирован, значит поворот по часовой стрелке, значит картинка вот такая. Если меньше нуля, то значит отрицательно ориентирован, и картинка будет не такая, а вот такая. Ну вот давайте вычислим этот определитель. Это последнее, что остается сделать. Да, тут прямо вот так вот пишем. Значит три единички, потом у нас 1, 0, минус 1 и 0, 1, минус 1. Вычисляем? Вы разлагаете по какому-то этому, что ли? Да давайте преобразуем, тут быстрее будет. Смотрите, там преобразовывать одно удовольствие. Можно по развернутой формуле даже посчитать. Ну как хотите, в общем. Я бы преобразовал, тут очень просто это делается. Да, ну а теперь уже можно разложить по первому столбцу. В умении. 3, больше нуля. То есть поворот у нас будет по часовой стрелке. Итак, окончательное описание мы получили такое. Наше преобразование, которое в исходной системе координат задано вот этой формулой, является винтовым движением с осью движения, проходящей через точку P0 и вектором скольжения с координатами 1, 1, 1. При этом поворот происходит на угол Пи на 3 вокруг оси движения по часовой стрелке. Вот это полный ответ. В таком виде надо получить ответ в любой задаче такого типа, где требуется геометрически описать движение плоскости или трёхмерного евклидового пространства. Понятно? Спасибо. Есть ли вопросы? Каждый должен уметь решать такого рода задачи. На контрольной, на зачёте это стандартная задача. Одна из. Так, теперь у меня вопрос по домашнему заданию на сегодня. Есть ли по нему какие-то затруднения, что-то там не получилось, я не знаю. Вроде оно сегодня было простым, но вот как показал мой краткий опрос, не все с ним справились. Ну, тело вращения, это значит, что есть некоторая ось в четырёхмерном пространстве. Даже, наверное, да, так сказать, то есть есть некая система координат ортогональная, да, вот, там четыре координаты, но вот по одной из координат там как бы, по одной из координат, может быть, так сказать, как угодно устроена эта фигура, да, а вот три остальных координаты, вот если мы будем вращать относительно одной из координатных осей в координатной плоскости двух других осей, то тогда фигура меняться не будет. Ну, то есть то же самое, что и в трёхмерном пространстве, просто добавляется одна свободная координата, про которую как бы вот ничего не сказано. Нет, конечно. Это даже на плоскости неверно. Если вы возьмёте, ну, на плоскости, на плоскости, наверное, можно так формально сказать? Эллипс. Можно назвать эллипс фигурой вращения? Там непонятно. Нет, наверное, нельзя, да, если вращать в плоскости, то нет, конечно. Да, то есть вот эллипс, например, возьмите с разными длинами полуосей, да, центральная точка у неё, безусловно, есть центр эллипса, но вокруг этой точки, если вы будете вращать, эллипс не перейдёт в себя. Или, допустим, эллипсоид в трёхмерном пространстве, если все три полуоси у него разные. Это означает, что соответствующая квадратичная функция в главных осях, там все три коэффициента разные. То есть там лямбда 1 на x1 в квадрате плюс лямбда 2 на x2 в квадрате плюс лямбда 3 на x3 в квадрате равно единице. И все эти лямбды разные. Вот это эллипсоид. Центр есть, но оси вращения у него нет. Ось вращения была бы, если бы из этих двух лямбд, из этих трёх лямбд два были бы одинаковые хотя бы. Тогда вокруг третьей координатной оси, если бы мы вращали, ничего бы не менялось. То есть на самом деле так и надо делать подобного рода задачи. Надо привести к главным осям и посмотреть, вот в этих главных осях, есть ли коэффициенты при квадратах, которые одинаковы. Если есть, значит это фигура вращения. Если нет, значит не фигура вращения. Понятно? Еще есть вопросы по домашнему знанию силы? Нет, на что это фигура вращения? Фигура вращения, значит, при вращении вокруг какой-то оси в какой-то плоскости ничего меняться не будет. Отсюда, кстати, несложно вывести, что вот эта ось, соответствующий вектор, является собственным вектором для матрицы квадратичной формы. И вы можете как бы приводить к главным осям, вот начиная с этой оси. Вы можете взять эту ось в качестве первого бальцовственного вектора, а дальше остальные бальцовственные векторы выбирать в перпендикулярной плоскости. Если бы ваша фигура была фигурой вращения, то это означало бы, что можно выбрать в этой перпендикулярной плоскости к оси вращения два... Ну, дайте я буду рисовать что-нибудь. Вот так. Я все на словах, на словах. Надо, наверное, как-то пояснять. Вот пусть у вас есть ось вращения. Это что значит? Это значит, что при повороте вокруг этой оси в какой-то плоскости фигура не меняется. Вы можете приводить к главным осям, начиная вот с этой оси. То есть вы можете взять первый базисный вектор вот здесь, а остальные базисные векторы выбирать вот в этой плоскости. Не в плоскости, а в перпендикулярной. Там может быть еще какие-то размерности добавляться. У нас же многомерное пространство. Значит, E2, E3 и так далее. Если бы у вас была фигура вращения, то тогда вы бы могли начинать выбирать базис, начиная с той плоскости, где у нас будет вращение происходить, и при котором фигура не меняется. И тогда в главных осях соответствующая квадратичная форма имел бы такой вид. Лианда 1х1 в квадрате плюс лианда 2х2 в квадрате плюс лианда 3х3 в квадрате ну и там плюс и так далее. Значит, когда вы вращаете вокруг оси с направляющим вектором Е1 в плоскости векторов Е2 и Е3, у вас меняются только координаты Х2 и Х3. А остальные координаты вообще не меняются. И если вы хотите, чтобы при этом преобразовании, при повороте в плоскости координат Х2 и Х3 ваша квадрика не менялась, то это выражение должно оставаться постоянным. А это означает, что коэффициенты ламда 2 и ламда 3 должны совпадать. То есть в этой плоскости пересечение нашей квадрики равно 1 или 0, или может быть там Х какое-то, ХК плюс 1. В зависимости от того, какая именно у вас квадрика. Или псоид это, или гиперболоид, параболоид, неважно. Значит, если у вас при вращении в плоскости координат Х2 и Х3 квадрика остается на месте, то это выражение меняться не должно. Это каноническое уравнение квадрики, оно определено однозначно. Вот. И, следовательно, коэффициенты ламда 2 и ламда 3 должны совпадать. Значит, пересечение нашей квадрики с этой плоскостью будет, соответственно, в этой плоскости, оно будет являться, ну там, в зависимости от того, что здесь стоит, оно будет являться либо окружностью, либо там, объединением двух прямых. Да? Ну вращение, оно всегда в плоскости размерности 2. Просто если у нас многомерное пространство, может быть, одновременно несколько независимых вращений в разных плоскостях размерности 2. У нас же канонический вид матрицы ортогонального оператора мы выписывали, там может быть несколько этих блоков, соответствующих поворотам. Ну вот, значит, соответственно, при таком выборе главных осей условие того, что наша фигура является фигурой вращения, состоит в том, что вот эти коэффициенты должны совпадать. Нет, почему? Достаточно, чтобы в одной плоскости. Когда мы говорим про фигуру вращения, это значит, при вращении хотя бы в какой-то плоскости у нас фигура не меняется. Да, хотя бы два коэффициента равны. Это при таком выборе главных осей, да? Выбор главных осей, вообще говоря, делается неоднозначно, но вид квадратичной формы в главных осях, как мы знаем, определён однозначно. Поэтому, если при каком-то выборе главных осей координаты, какие-то две совпадают, то и при любом другом они должны совпадать, какие-то два коэффициента, да? Значит, это действительно является общим критерием. То есть, как бы вы не привели вашу функцию к главным осям, для того, чтобы ваша фигура была фигурой вращения, вот необходимо и достаточно, чтобы два коэффициента совпадали. Не, ну почему? На самом деле, если вы привели к главным осям и у вас какие-то два коэффициента при двух координатах совпадут, то значит, если вы в плоскости этих двух координат будете производить вращение, то фигура меняться не будет. Другое дело, что таких плоскостей может быть много. Вот эта плоскость, относительно в которой вращение, внутри которой не меняет фигуру, эта плоскость определена неоднозначной. Но само свойство фигуры, будь фигурой вращения, оно как-то не зависит от того, в какой системе координат мы приводим к главным осям. Не, ну на самом деле ось вращения не все, конечно, да. То есть ось вращения это любая ось, в которой фигура примет такое вот, уравнение фигуры примет такой вид. Ну конечно там, например, если у вас сфера, да, просто сфера в нмерном пространстве, там любая ось является осью вращения. Так что как бы ось вращения опрена очень неоднозначна. Есть еще какие-нибудь вопросы по домашнему заданию на сегодня? Нету, да? Ну ладно. Тогда давайте мы забудем уже благополучно до зачета и до контрольной забудем про квадрики и обратимся к тензорам, которые мы начали изучать сегодня на лекции. То есть наш сегодняшний семинар мы посвятим тензорам. Причем я вот уже говорил на лекции и повторю сегодня на семинаре, а понятие тензора почему-то по загадочным причинам вызывает у студентов большие психологические трудности. Видимо очень страшно смотреть на большое количество индексов, большое количество аргументов, названия какие-то помнить, ко-вариантные, контр-вариантные и так далее. Вот я еще раз подчеркну, что эти трудности чисто психологического характера. Математически в том, что мы изучаем про тензоры, нет ничего сложного. Это одна из самых простых частей нашего курса. Мы там не доказываем сложных теорем. И к задачам по тензорам надо относиться точно так же. Задачи, на самом деле, которые мы решаем про тензоры, они обычно очень простые. Все, что надо понимать при решении этих задач, надо четко и аккуратно пользоваться определениями тех понятий, которые связаны с тензорами. Вот больше ничего на самом деле не нужно. Почти никогда. Значит, давайте мы начнем с такой самой простой задачи, которую можно придумать в этой области. Значит, да, это значит параграф 47, если у кого-то есть задачник. это 47-й параграф. Значит, задача 47-3. 47-3, там два пункта, вот один мы разберем сейчас, а другой кто-то из вас, вернее, не кто-то из вас, кто-то из вас сейчас решит этот пункт у доски, а второй пункт, остальные все прочие, включая того, кто уступает у доски, сделают дома. Условия продиктуем. Значит, 47-3, пункт А. Значит, рассматриваются следующие два тензора. Значит, тензор за главная буква А, которое есть тензорное произведение ковектора Е1 вверху, это первый базисный ковектор, на ковектор Е2 вверху, плюс Е2 вверху на Е3 вверху, плюс Е2 вверху на Е2 вверху. Это тензор какого типа? Да. Какие у него валентности будут? 0,3? Неправильно. Что происходит с валентностями тензоров? 0,5. Еще хуже. Что происходит с валентностями тензоров, когда мы их складываем? Ничего не происходит. Складывать мы можем только тензоры одинаковых валентностей и получается при сумме тензор той же валентности. Что происходит с валентностями тензоров, когда мы их перемножаем? Складываются. Значит, чтобы найти валентность этого тензора, достаточно сделать до конца одного слагаемого, например, для первого. Какая валентность первого слагаемого? Почему 3? Я имею в виду не полную валентность, а отдельно ковариантную и контравариантную. Каков тип этого тензора? Первое слагаемое. Е1 на Е2. Какой тип этого тензора? Что значит 0Q? Чему равно Q? Давайте последовательно разбираться. У первого сомножителя какой тип? Тип это пара чисел. У этого 0,1. Вы согласны? 1,0, конечно. Потому что это ковектор. Ковектор это функция от одного вектора. Значит у первого сомножителя тип 1,0. У второго? У произведения? 2,0. Значит какой тип у тензора А? 2,0. Значит этот тензор в обозначениях, которые мы использовали на лекции, лежит в пространстве тензоров, как мы там обозначали? Типа 2,0. 2 внизу, 0 вверху от В. Ну на пространстве В исходном. Так, второй тензор В. Значит это будет следующее. Е1 вверху. Тензор на умножить на Е1 вверху. Тензор на умножить на Е1 вверху. На скобку открываем. Е1 вверху минус Е3 вверху. Это будет тензор какого типа? Почему? Потому что здесь 1,0 перемножили. 1,0. А, еще раз перемножили. 3,0. Да, это будет тензор типа 3,0. Тензорное произведение трех ковекторов. Тензор типа 3,0. Вот. Значит и нас интересует тензор такой. Давайте пишите. А тензорно умножить на В. Минус В тензорно умножить на А. Это будет тензор какого типа? Вот это получается 5,0. 5,0, да. Это будет тензор типа 5,0. Раз это тензор типа 5,0, значит это функция от какого? Давайте мы обозначим для краткости этот тензор одной буквой Т. Раз это функция тензор типа 5,0, значит это функция от кого? Скольких? От пяти векторов. Так вот требуется вычислить значение. Давайте пишите Т от В1, В2, В3, В4, В5. Только в скобках и через запятую. равно вопросительный знак, а внизу напишем. Значит вектор В1 равен Е1, первый базисный вектор. Внизу, правильно, это вектор. В столбик давайте писать. В2, Е1 плюс Е2. В3, Е2 плюс Е3. В4 равно Е2, В5 равно Е2. Е2, тоже Е2. В4 и В5 это один и тот же вектор. Вот, ну что ж, давайте действовать. Вот еще раз говорю, как и в большинстве задач, которые мы решаем про тензоры, действовать надо строго по определениям. Надо постепенно раскручивать вот что в определении сказано, что вернее в условии сказано, что означают те или иные вещи, которые в этой условии фигурируют. Расписывать их по определениям и получать результат. Значит нам нужно узнать А от В1, В5 и... А от В1, В5 узнать нельзя, поскольку А это тензор валентности 3. Туда можно только 3 вектора подставить. 5 нельзя. Значит от первых вектора... Правильно, вот давайте писать. Я вот как раз продолжаем равенство. Это будет А от В1, В2, В3. Еще раз, какой вопрос? А, извините, да. А это тензор типа 2, 0. Да, вот мы ошиблись. То есть от В1, В2. Так, а дальше? Дальше умножить... На В от... В3, В4. Правильно. То есть если мы подставляем эту пятерку векторов в первое слагаемое, А тензорно умножить на В, то мы первые два вектора подставляем в А, последние три вектора, оставшиеся, подставляем в В и перемножаем результат. Минус, а теперь в другом порядке. Скобку... А что вы индекс пишите? Это не индексы, это значение в скобках, это функция. Вы почему-то пишете векторы в виде индексов. Нет, здесь вы правильно написали. А дальше что? Ну, то же самое. Просто почему-то вы эти векторы сдвигаете вниз в индексы. Это не индексы. Тензор это функция от набора аргументов. Функцию мы как пишем? Значок функции в скобках от набора аргументов. Почему вы это пишете? Вы же когда там х квадрат, f от х равно х квадрат. Вы не пишете f с индексом х, правильно? Вы пишете f от х. Так и здесь. Не, ну просто я увидел, что вы эту вот букву B, а дальше стали в виде индексов писать. Мне показалось. Индексы это когда мы компоненты тензора считаем. Это все же координаты тензора. Там мы их действительно, вот номера этих координат нумеруем в индексах. Да. Умножить на а от? Да, совершенно верно. Но вот надо все это посчитать. Давайте считать. Давайте отдельно посчитаем. Может быть, если мы будем продолжать равенство, мы сейчас запутаемся. Давайте отдельно напишем. Что такое а от v1 v2? Там, да. А от v1 v2. Равно. Вот что такое а у вас написано, да? Вот давайте подставляйте туда v1 v2. По тому же самому принципу. Е1 вверху от v1 и все. Все, я бы, знаете, я бы писал это в виде спаривания. Ну хотя ладно, здесь это более-менее не важно, поскольку у нас здесь только ко-векторы фигурируют, да? У нас функции от векторов. Так что можно их рассматривать как функции. Ну да. Это мы первое слагаемое обработали. Мы в первое слагаемое подставили аргументы v1 v2. Ну да. И теперь давайте мы, зная, кто такие v1, v2, v3, v4, v5, ну нам только v1, v2 сейчас интересны, да? Вычислим эти значения. Просто давайте так писать. Вот чему равно e1 от v1? e1 вверху это первая координата, первая координатная функция. А e1 внизу это первый базисный вектор. Первая координата первого базисного вектора. Она равна единице. v2 это у нас сумма первого и второго базисного вектора. И мы берем от него вторую координату, да? Единицу получаем, да? Вот давайте дальше в том же духе. Только равно давайте писать. Равно. Вторая координата первого базисного вектора. Это ноль. Но все равно там третья координата, да? Учешь все писать. Третья координата второго базисного вектора тоже ноль. Вторая координата первого базисного вектора. Ноль. И третья координата от суммы двух, да? А нет, вторая координата, да, вторая. Единица. Что в итоге получаем? В итоге получаем 1. Так. Ну и дальше в том же духе. Теперь вот это. v3, v4, v5. Почему-то вы скобку пишете в конце. И запятые надо поставить. Это не произведение векторов, это набор аргументов. Подставляем тоже. Пишем e1 от. Да, да, да. Вот прям как все вычисления были на доске. Если дальше вы это сможете делать в уме, то прекрасно. А пока давайте, чтобы все было на доске. Любое место мы можем прокомментировать, если кому-то что-то было непонятно. умножить на скобку. А в скобках что будет? e1 от v5 минус e3 от v5. Ну и тоже давайте напишем вниз равенство, чему равно каждое из этих вещей. и там e1 от v5. e1 от v5 тоже 0. Пишем равно 0, равно 0 и в итоге равно 0. Теперь вот эту часть обрабатываем. v1, v2, v3. Ну это мы говорим о некотором заданном базисе. А, вы имеете в виду компоненты тензора в каком-то базисе, да? Все координаты. Ну да, там компоненты называются координатами, но мы как раз в теореме сегодня на лекции видели, что компоненты это и будут координаты, координаты в тензорном базисе. Да, в том базисе, который строится по базису пространства v. Вот в пространстве v задан базис e1, e1, e1. По нему строится тензорный базис, пространство тензоров. И координаты в нем это как раз вот компоненты тензора. Именно в нем координаты равны единице. Так, это вы уже подставили. Значит, сейчас мы проверим. Значит, первая координата v1, первая координата v2, первая координата v3 равна нулю, а третья координата v3 равна единице. Да. Так, и осталось а от v4, v5. Альфа 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 Альфа. Так, считаем, E2 от V4 и E2 от V5 равно единице, поскольку это как раз второй базисный вектор, E1 от V4, пишем, пишем, равно нулю, E2 от V5 это опять-таки единица, E2 от V4, только что считали, единица, E3 от V5, ноль, в итоге получаем единицу. Ну и мы теперь можем написать, что у нас получилось? Единица, спасибо. Присаживайтесь. Сложная задача, друзья? Мне тоже кажется, что нет. Вот большинство задач про тензор, они вот такого типа сложности. Нет, как бы, во-первых, мы очень тщательно, не пропуская ни одной детали, все писали, специально для вас. Если бы мы кое-что вычисляли устно, это бы заняло там раз в пять меньше. А во-вторых, ну как бы длина вычислений не означает сложности, на самом деле. Бывают задачи, которые решаются в две строчки, но додуматься до решения очень сложно. А бывают там, ну сел, посчитал, все получил. Есть вопросы по решению, по какому-нибудь из пунктов вычислений, вот может быть, что-то было непонятно вот в этих наших выкладках. Или все понятно, абсолютно все ясно. Ну так и должно быть, задача простая. Это значит просто на то, чтобы вы поняли, как обращаться вот с такими вещами, как тензорное произведение, там векторы, ковекторы базисные, кого куда подставлять и так далее. Вот не более. Хорошо, тогда перерыв. После перерыва порешаем, ну может быть, чуть более сложную задачу, но тоже не слишком сложную. Значит, сегодня мы с вами обсуждали, как тензоры задавать в координатах. Давайте я еще раз напишу эту страшную формулу, что любой тензор типа PQ на пространстве В может быть разложен по тензорному базису. Причем координаты в этом тензорном базисе, они нумеруются двумя наборами индексов, один сверху, другой снизу, но это зависит от типа тензора, конечно. У кого-то индексы будут только сверху, у кого-то только снизу, у кого-то и там, и там. Коэффициенты при базисных тензорах, а базисные тензоры это тензорное произведение базисных х векторов и базисных векторов в нужном количестве, так чтобы получились правильные валентности. Индексы эти независимо бегают от 1 до n, поэтому слагаемых в такой сумме будет очень много, n в степени p плюс q, и, как мы сегодня обсуждали, часто принято опускать знак суммирования и писать просто выражение такого вида, но, видя выражение такого вида, мы всегда помним, что если один индекс встречается сверху, другой снизу, то подразумевается, что происходит суммирование, что этот индекс бегает от 1 до n и рассматривается сумма по бегающему индексу от 1 до n. То есть выражение такого вида это не произведение, не одно произведение, а сумма многих произведений. Мы эти выражения иногда будем использовать, иногда, если есть слишком большой риск запутаться, не будем использовать, а будем писать знак суммы для ясности, но надо помнить, что допускается опускание этого знака суммы. А сами вот эти координаты, это то, что называется компонентами тензора. Компоненты тензора это просто значение этого тензора на наборе базисных векторов и базисных х векторов, с соответствующими номерами. То есть в данном случае это значение тензора t на векторах e и 1, e и pt и ко векторах e g 1, e g qt. И этими компонентами тензор однозначно задаётся. Естественно, себя спросить, как операции над тензорами, которые мы сегодня вводили, сложение тензоров, умножение тензоров на коэффициенты, на скаляры и тензорное произведение, тензорное умножение тензоров, как эти операции выражаются в компонентах. Например, если мы складываем векторы, то их соответствующие координаты просто складываются. Если мы умножаем вектор на число, на скаляр, то все координаты умножаются на этот скаляр. А что с тензорами? Ну, примерно то же самое. Вот, например, если мы хотим найти компоненты суммы двух тензоров. Сумма будет иметь те же самые валентности, тот же самый тип. Чему равна компонента с номерами e 1, e p, g 1, g q для суммы тензоров t и s. Сумма компонента этих тензоров с теми же индексами, правильно? Потому что компонента это набор значений, это просто значения на наборе аргументов, а значение суммы двух тензоров на наборе аргументов это сумма значений каждого из них на этом наборе. Так что просто по определению получается, что это есть тензор t с таким набором индексов плюс s с таким же набором индексов. Вот. Если мы тензор t умножаем на скаляр лямбда и хотим вычислить его компоненту с номерами e 1, e p, g 1, g q, то это что будет такое? Да, надо просто взять компоненту исходного тензора с этими номерами и умножить ее на лямбда, потому что это опять-таки значение тензора лямбда t на наборе аргументов, а оно равно значению тензора t на этом же наборе аргументов, умноженному на лямбда. Так что операции сложения тензоров и умножения тензоров на скаляры производится покомпонентно, как и для векторов, собственно говоря. А что такое будет компонента тензорного произведения t на s? Допустим, t имел тип pq, а s имел тип kl, ну как на лекции вот я обозначал. Тогда их тензорное произведение имеет тип p плюс q, p плюс k, q плюс l, и у него, соответственно, у его компонент нижних индексов будет p плюс k, а верхних индексов будет q плюс l. Чему равна компонента тензорного произведения с таким вот набором индексов? Кто может сказать? Вот этот вопрос уже оказался посложнее. Хотя он решается точно так же, исходя из определения. Давайте кто-нибудь один скажет. Ну вот, например, вы. Значит, я пишу t с нижним индексом, с нижними индексами и 1 и p сверху g1 gq. Так. Умножить на s нижние индексы и p плюс 1 и p плюс k, а верхние индексы gq плюс 1 gq плюс l. Правильно. То есть индексы разбиваются на две группы, ну по отдельности в верхних и нижних индексах, разбиваются на две группы. Первая группа индексов относится к тензору t, мы берем компоненту тензора t с этим набором индексов. Вторая группа индексов относится к тензору s, берем компоненту с этим набором индексов и перемножаем. То есть вот по такому правилу вычисляются компоненты тензорного произведения. Опять-таки непосредственно из определения, потому что что такое тензорное произведение, что такое компоненты этого тензорного произведения? Это значение этого тензорного произведения на наборе векторов с такими номерами и ковекторов с такими номерами. А как вычисляется значение тензорного произведения на наборе векторов и ковекторов? Мы разбиваем эти аргументы на две группы. Первую группу подставляем в тензор t, вторую группу подставляем в тензор s, вычисляем значения и перемножаем. Когда мы подставляем в тензор t или в тензор s вот эти базисные векторы и ковекторы, мы получаем как раз компоненты с соответствующими индексами, то, что стоит в правой части. Так что на самом деле все операции над тензорами, которые мы с вами вводили, можно вычислять в координатах, в компонентах, так сказать. Это, в общем, довольно естественно, иначе зачем эти координаты нужны, если будут ничего не доделать. Хорошо, давайте мы тогда решим такую задачу. 47.5. Задача формулируется таким образом. Значит, имеется тензор Т типа, сейчас скажу, какого, типа 3.2, да. Тензор Т типа 3.2. На пространстве В. Значит, В это трехмерное пространство. Давайте напишем размерность В равна 3. И выберем в нем базис Е1, Е2, Е3. Е1, Е2, Е3 это базис пространства В. Через запятые. Тогда мы по этому базису можем построить тензорный базис, как обычно, да. И, значит, известно, что все компоненты тензора Т, давайте, может быть, Т заглавное будем писать, там Т маленькая в задаче, а мы будем сохранять те обозначения, которые на лекции были. Все компоненты тензора Т в этом базисе, а компонента тензора Т имеет сколько индексов? Т, значит, давайте Т с нижними индексами, допустим, ИЖК, Т большое с нижними индексами ИЖК и верхними индексами Л и М, допустим, равно единице при любых ИЖК, Л и М. То есть все компоненты тензора Т в исходном базисе равны единице. Это дано. Теперь мы делаем новый базис. Е1 с волной, Е2 с волной, Е3 с волной. И он выражается через старый базис. Да, правильно, правильно. Вот вы, не, не, вот правильно вы пишете. Стрелочка, да, делаем новый базис. Е1 с волной, Е2 с волной, Е3 с волной. И напишем здесь матрица перехода С сверху. А С это такая матрица. Переход от одного базиса к другому происходит с помощью матрицы перехода. Это матрица 3 на 3. Диктую по строчкам. 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 0, 1. Когда мы меняем базис в основном пространстве, у нас меняется тензорный базис. Пространство тензоров. Какой вопрос? Это дано по условию. Условие заключается в том... А, там 2, да, извините. Пардон, это на самом деле мало что поменяет в решении задачи. Извините, я просто не в ту, видимо, задачу посмотрел. Спасибо. Да, значит, дано, что все координаты тензора, все компоненты или все координаты тензора в исходном базисе равны двойке. Мы делаем замену базиса и требуется вот в этом новом базисе найти компоненту тензора t, давайте будем писать t с волной в знак того, что это в новом базисе, со следующими индексами. Внизу 1, 2, 3, а вверху 1, 2. Равно, как будете вычислять? Значит, согласно определению... Нет, вот тут как раз волну... Что такое компонента тензора? Да, это значение тензора на чем? У вас тут не хватает запятых, и вы совершенно правильно ставите волну, потому что мы вычисляем компоненту в новом базисе. У вас какой-то вопрос был? Не совсем понимаю, что значит последние две координаты, не учитанные в переходе базисов. Уточните вопрос. Смотрите. Если мы знаем, как меняется базис в пространстве v, то мы можем понять, как меняется сопряженный базис в двойственном пространстве. Это, кстати, будет часть задачи, мы это сейчас сделаем. По пространству v остальное все уже задается однозначно, потому что если мы в пространстве v выбрали базис, в сопряженном пространстве мы выбираем сопряженный базис. Он однозначно определяется по базису исходного пространства. Если мы меняем в исходном пространстве базис, в сопряженном пространстве сопряженный базис тоже меняется определенным образом. Сейчас поймем, как. Так что первый шаг вы действительно написали просто по определению, что компонента тензора t с такими индексами это просто значение этого тензора на вот таких вот векторах, векторы нового байса и вот таких вот ковекторах. Теперь, наверное, надо выразить их через старый базис. Но давайте напишем, как они выражаются. Вот e1 с волной чему равно, да? Ну лучше написать в виде линейной комбинации, так все-таки будет более понятно, наверное, да? Так, правильно. По столбцам матрицы перехода записаны координаты нового байса и к старому. Верно. Ну и самое длинное это будет последнее. Сторонечку отойдите. Вот это просто определение матрицы перехода, ничего больше, да? Координаты новых базисных векторов в старом байсе записаны по ее столбцам. Вот мы написали, как выражаются векторы нового байса через старый байс. Но нам бы хотелось еще знать, как выражаются ковекторы нового байса через ковекторы старого байса, да? Чтобы все выразить через старый байс, компоненты тензора, в котором мы знаем, да? Вот. Давайте подумаем, как это сделать. Что такое ковектор базисный, то есть элемент двойственного байса? Не-не, спаривать как бы вот, давайте обсудим в целом. Вот что такое базисный ковектор? Какая функция? Координатная, правильно. Базисный ковектор это координатная функция по отношению к базису исходного пространства. А как меняются координатные функции при замене базиса? То есть как меняются координаты вектора при замене базиса? Это мы с вами в свое время выясняли. Давайте сначала вспомним вот не для координатных функций, а именно вот правила изменения координат вектора, напишите. Если у нас переход от одного базиса к другому, как меняются координаты вектора при замене базиса? Ну х большое это что такое? Это столбец координат вектора х маленькая в каком базисе? В новом или в старом? Вот надо вспомнить, да. Давайте вместо штриха будем волну писать, потому что у нас базисные векторы нового базиса обозначаются волной. То есть столбец координат в новом базисе. Все согласны? Вот теперь правильно, да? Столбец координат в старом базисе выражается через столбец координат в новом базисе умножением на матрицу перехода от старого базиса к новому. А в обратном направлении надо умножать на обратную матрицу. Это координаты каждого конкретного вектора так меняются. Но если мы будем вектор менять, то мы получим аналогичное правило изменения уже для координатных функций. То есть если вектор х у нас переменный, тогда этот столбец превратится в столбец координатных функций. Ну в нашем случае у нас координатных функций будет сколько? Три штуки. Вот и давайте напишем Е1 с волной вверху, Е1 вверху с волной, Е2 вверху с волной, Е3 вверху с волной, равно С в минус первой. Давайте оставим для неё место, сейчас мы её посчитаем отдельно, оставим для неё место, вот это вот у нас будет С в минус первой, умножить на столбец координатных функций в старом базисе. В старом базисе, в старом базисе волны не нужно. Вот эта формула понятна? То есть это просто формула для изменения координат вектора, но вектор мы меняем, поэтому у нас получается формула для изменения координатных функций. Что осталось сделать? Найти С в минус первой, ищем. А вот сверху, да, у вас роста хватит, поэтому... Чего вы не поняли? Равенство в нижней части взялось из равенства в верхней части. Равенство в верхней части это для координат конкретного вектора, равенство в нижней части это для координатных функций. Ещё раз? Подстановкой вектора х. Ну как? Что значит функцию подставить в вектор? Функция от вектора. Ко-вектор это функция от вектора. Если мы в неё подставляем в вектор, получаем число или скаляр. Тут мы берём координатные функции, когда мы подставляем в них вектор, получаем координаты данного вектора. Что тут непонятно? Вот. Так, вы, значит, сначала преобразовали вторую строчку, вычти из неё две трети, да? А из первой строчки, вот тут вот мы как-то сразу решили, да? Может быть, дайте постепенно, дайте пока что. То есть вы третью строчку вычли из первой с коэффициентом 3 и из второй с коэффициентом 2, получили вот так. Ну а теперь осталось вычесть из первой строчки вторую с коэффициентом 2 и получить то, что вы получили. Ну и теперь мы можем записать вот эту обратную матрицу здесь. Вот. И, соответственно, стереть здесь знаки вопрос и написать, что стоит на месте вопроса. Повторю ещё раз. С первым равенством вы согласны? Да. Второе равенство это то же самое на самом деле. Просто первое равенство равенство для конкретного вектора х. Вот есть вектор х маленькая из пространства В, у которого столбец координат в старом базисе это х большое, а столбец координат в новом базисе это х большое с волной. Это конкретный вектор х. Если же мы вектор х будем менять, то у нас здесь будут не координаты конкретного вектора, а координаты этого вектора как функции от вектора. То есть координатные функции будут стоять. А это как раз то, что мы обозначали вот таким символом. Это координатные функции. Значение каждой из этих функций на векторе х это вот одна из его координат. То, что стоит в этом столбце. А когда вектор x будем менять, это мы получаем сразу для функции. Но так же, как координаты конкретных векторов, потому что функция это и есть. Для каждого вектора свои значения. В смысле? Потому что здесь стоит c в минус первой. Еще раз. Здесь речь идет про векторы. Не про ко-векторы, а про векторы. А ко-векторы это элементы сопряженного пространства. Когда мы выражаем базисные векторы нового базиса через базисные векторы старого базиса, используется матрица c. Когда мы базисные ко-векторы нового базиса выражаем через базисные ко-векторы старого базиса, используется матрица c в минус первой, как видно из этой формулы. То же самое. В чем разница? Ну, в чём разница? Ну, матрица С была бы 4 на 4. Ну, просто размерность бы изменилась. Это для любой размерности можно делать. Матрицу перехода. Как какую? Так это она в трёхмерном пространстве 3 на 3, а в четырёхмерном будет 4 на 4. Я не понимаю ваш вопрос. Часто, да? Часто, да? Часто, но 3, 2. Вот эти числа. Количество базисных векторов имеет никакого отношения. Количество базисных векторов имеет отношение вот это число. Здесь могло бы быть 10 и 15, ничего бы не изменилось. Если здесь 3, то матрица перехода 3 на 3, у нас 3 базисных вектора, 3 базисных х вектора. Одно дело размерность пространства, другое дело валентности тензоров. Это совершенно разные вещи. Написали, да? Е1 вверху, да, это вот первая строка умножить на этот столбец. Е2 вверху, это вторая строка умножить на этот столбец. Всё правильно. Осталось посчитать значения. Но как посчитать значения? Надо воспользоваться этим условием, да? То есть мы сейчас всё перевели в старую базис, старую систему координат. И надо воспользоваться тем условием, что в старой системе координат у нас все координаты тензора равны двойке. Вот как выглядит наш тензор, если все его координаты равны двойке? Давайте я вот это вот, чтобы не стереть, случайно обведу. Как выглядит тензор? Вот помните, мы писали сумму большую, да? Напишите в данном случае, что это сумма. Сколько у нас тут индексов будет? 5, вот давайте их так обозначим, ИЖКЛМ, сумма по индексам, да, по индексам ИЖКЛМ, пробегающим от единицы до трёх, да? Сумма чего? Все координаты равны двойке, а дальше надо писать базисный тензор. Ну нет, почему Е1? Вот с этими индексами. Значит, только тензорное произведение. Там можно стереть. Давайте дальше писать. ЕК вверху, у нас три нижних индекса, значит там три ко-вектора будет. И два верхних индекса. Вот скажите, пожалуйста, вот это огромное выражение. Конечно, в принципе, можно было бы теперь в каждое слагаемое подставить вот этот набор аргументов. Сколько слагаемых будет, кстати? Пять индексов меняются от одного до трёх. Три в пятой. Ну так, немало, да? В каждое слагаемое подставить соответствующий набор аргументов, вычислить значение каждого слагаемого, потом всё сложить. Три в пятой слагаемых. Ну, как-то тяжело, наверное, да? До конца семинара не управимся. Можно ли это выражение, вот всю эту сумму, как-то упростить? Ну, во-первых, можно вынести двойку, очевидно, да? Не надо ничего замечать. Вот не надо эту сумму переписывать. Давайте попробуем эту сумму сразу упростить. Вот посмотрим, сейчас, может быть, вы сами скажете. Посмотрим внимательно на это выражение. Здесь сумма совершенно однотипных слагаемых, причём каждый множитель здесь меняется, ну, более-менее в одном и том же диапазоне. От одного до трёх индекс меняется, да? Можно ли эту вот огромную сумму как-то вот преобразовать? Это просто упражнение на алгебру. Здесь про тензор ничего знать не надо. Упражнение на свойства умножения. Правильно. Понимаете, что он подсказывает? Не-не, давайте вот это вот преобразуем. Вот как я сказал, преобразуем вот эту сумму. Двойку вынесли. Уже не сумма. Вот вы не услышали, видимо, что вам предложил Михайлов. Дальше. Тензорно умножить на что? Только тензорно умножить. Тензорно. Ну, с небольшой разницей в конце, да? Смелее, смелее. Так. Тензорно умножить еще раз на то же самое. А дальше индексы упали, да. Дальше надо тензорно умножать на сумму уже векторов. Закрываем скобку. В втором подойдите. Согласны ли все, что выражение, написанное вот здесь, совпадает вот с этой суммой? Просто раскрытие скобок, да? Из каждого слагаемого, из каждого множителя берем одно из слагаемых, перемножаем слагаемые и берем сумму по всем таким выборам. И получаем ром то, что здесь написано. Что? Палочки не забыли писать. Это мы в старой системе координат написали тензор. У нас в старой системе координат все компоненты равны двойке. Так что никаких палочек или тильдочек тут не надо. Именно так. А вот теперь мы вот сюда вот должны подставить вот этот набор аргументов. И это уже одно удовольствие, потому что у нас просто тензорное произведение нескольких тензоров. Мы просто в каждый множитель подставляем свой аргумент. То есть вот это вот все хозяйство мы теперь подставляем вот сюда. Ну давайте подставляем и сразу будем писать, что получилось. Во-первых, множитель 2, да? Дальше. Е1 вверху мы куда подставляем? Вот сюда только. Ну то есть сумму трех координат берем. у вектора Е1 вверху. Скобку открываем? Да не надо, давайте сразу значение писать, а то у нас уже... Нет, сразу значение, я имею в виду сразу число. Вот вектор Е1 вверху, мы же его здесь написали. Да? Это просто Е1. Давайте мы напишем в виде суммы трех слагаемых. То есть это Е1 вверху плюс Е2 вверху плюс ВВ. Вверху первые три координаты. У этого вектора какие? 1 плюс 0 плюс 0, так и напишем. Дальше Е2 вверху подставляем, туда же. Просто сумма координат, да? Сумма трех координат. 2 плюс 1. Да нет, вы не туда смотрите, вы сюда смотрите, на вектор смотрите. Какие у него координаты? Мы берем, ну, плюс 0, да? Сумма трех координат нашего вектора. Теперь Е3 берем. Да. 3 плюс 2 плюс 1. Теперь подставляем Е1 вверху уже в сумму трех базисных векторов. То есть Е1 вверху это вот эта вот штука, да? Да. Почему? Дальше Е2 вверху. 1 минус 2 плюс 0. Ну вот, а теперь надо все посчитать и перемножить. А, что-то я не заметил. Я не обратил внимания, да. Действительно, можно было дальше не считать. То есть получаем 0, спасибо. Есть вопросы по этой задаче? Эта задача тоже очень простая, как и предыдущая. Ну, только чуть больше надо там разных вещей про тензоры вспомнить. Есть ли какие-то вопросы? Или все понятно? Кого куда? Очень просто. Вот берем, например, Е3 с тильдой. Вот он здесь. Третий аргумент. Куда его надо подставить? В третий множитель. То есть вот сюда надо подставить. Третий аргумент подставляем в третий тензорный множитель. Что такое третий тензорный множитель? Это сумма трех базисных ковекторов. То есть сумма трех координатных функций. Другими словами, надо у этого вектора взять сумму трех координат. Что здесь и написано. Спаривает, да, совершенно верно. Спаривает векторы с ковекторами. Именно так. Или другими словами подставляет векторы в линейные функции. Можно это и тем словом, и другим словом назвать, как угодно. Понятно? Хорошо. Следующая задача. 41.1, пункт B. Давайте пункт А. 47.1. 47.1, пункт А. Значит, имеется тензор типа 2.0 на пространстве V размерности N, компоненты которого в исходном базисе вычисляются по следующему правилу. T и G, и G это индексы, два нижних индекса, поскольку тензор типа 2.0, то у него два нижних индексового компонента. T и G это равно произведению и умножить на G. Ну, для любых и G от 1 до N. Вот имеется тензор с такими компонентами. Вопрос. Можно ли этот тензор разложить в произведение двух тензоров меньшей валентности? Ответ моментально да. Прекрасно. Какие же это множить тензоры? Это тензоры каких валентностей? Тип каждого тензора. 1.0, да? Этот тензор типа 2.0, а эти тензоры должны быть типа 1.0. То есть у их компонент сколько индексов? Один индекс. Где сверху? Снизу? Снизу. Прекрасно. Как же эти тензоры определяются? А у тензора R то же самое. Действительно, вы абсолютно правы, потому что мы же как раз писали, как устроены компоненты тензорного произведения. Надо просто индексы разбить на две группы, взять одну группу индексов и отнести к компоненте первого со множителя, другую к другой компоненте другого со множителя и перемножить эти компоненты. Вот если мы возьмем такие S и R, с такими компонентами и перемножим S и T на R житое, то мы получим ровно вот это, то есть T и житое. Задача устная. Хорошо, чуть усложним. И это будет последняя задача на сегодня. Пункт D. 47.1, пункт D. Да, имеется в виду разложить нетривиальным способом. То есть понятно, что скалярные множители всегда можно вынести, тут это за бесплатно. Разложить произведение тензоров меньших валентностей. Вот так будем говорить. Оба тензора должны иметь меньшую валентность. Значит, аналогичный вопрос. Давайте мы возьмем тензор теперь третьей степени, полной валентности 3. Ну, как там в задаче написано? Давайте. А давайте не как в задаче, там нет, именно как в задаче, чтобы вас побольше запутать. Значит, тензор будет типа 1,2, его компоненты будут такие. T и G вверху, K внизу. Это есть произведение символов Кронекера. Дельта, давайте я индексы буду соблюдать. Хотя нет, давайте тоже, чтобы сильнее запутать, не буду соблюдать индексы. Дельта и G умножить на дельта G. Вот эти дельты, это обычные символы Кронекера. То есть, это дельта равно единице, если два индекса совпадают, и нулю, если два индекса различные. Можно ли этот тензор типа 1,2 разложить в тензорное произведение двух тензоров меньших валентности? Что вы на это скажете? Тут, конечно, немножко больше разных комбинаций возникает. Тут у нас всего один вариант, что это произведение двух тензоров типа 1,0, а тут как бы больше. То есть, как эти индексы разбиваются на группы, ну, вообще говоря, может быть, несколько способов, а именно три. То есть, у нас три индекса нужно разбить на две группы. Но если так же говорить, что если бы этот тензор разложился в тензорное произведение, то тогда каждая его компонента была бы произведением компонент тех двух сомножителей, у которых индексы были бы, ну вот, часть индексов отсюда, одна часть и другая часть. И эти три индекса и ЖК можно разбить на две группы тремя способами. И Ж, а потом К, или ИК, а потом Ж, или там И, а потом ЖК. Ну, давайте один из случаев рассмотрим. Остальные, ну, более-менее аналогично будут рассматриваться. Предположим, что, вот вопрос, можно ли, например, разложить этот тензор в произведение тензоров типа 1,0 и 0,2. Там, С, и ЖТОЕ вверху, а внизу ничего, умножить на Р, КТОЕ внизу, а вверху ничего. Вот, можно ли придумать два тензора S и R так, что T разлагается в их произведении, ну, от соответствующих валентностей. Тогда компоненты разлагаются вот так. Да, давайте будем считать, что размерность больше единицы, иначе неинтересно. Ну, там, достаточно большая. Если вдруг еще какие-то малые исключительные случаи появятся, то тоже. Ну, и как рассуждать-то? Почему нельзя? Возьмем с первой пазмы сниграция и сниграция и Так, можете поточнее говорить, чтобы я за вами записывал? Чего предлагается взять? У нас есть компоненты 2 или 100 компонентов не равна сниграция. Нет, в S есть самые разные компоненты. Как бы и и Ж меняются независимо от 1 до n. Другое дело, чему равны эти компоненты? Они могут нулевые, могут быть ненулевые. то есть вы утверждаете, что если и не равно Ж, то компонента тензора с такими индексами обязательно равна нулю. Почему? Вот опять ничего не понимаю, потому что никаких обозначений, никаких букв, на какую компоненту где домножим, я просто не могу за вами записывать. Можете сами написать тогда, что вы хотите сказать, потому что я за вами просто не могу воспроизвести вашу мысль. Ну тогда как бы лучше не говорить. А вы все думаете независимо, вот можно ли разложить наш тензор в произведение двух тензоров S и R вот по такому типу. А почему, собственно говоря? А если нет? Ну, а может быть она вся и нулевая? Вообще давайте начнем с того, что этот тензор вообще нулевой или нет? Чему равны эти значения? Вот чему это вообще равно вот это произведение? Она равна единице. В каком случае? Вот давайте напишем единице при напишите i равно g равно k и нулю иначе. Согласны? Потому что если это не равно нулю, то это означает, что вот эта множительная не равна нулю, тогда i должно быть равно g. И вот эта множительная не равна нулю, тогда g должно быть равно k. Получается все индексы должны быть равны, если мы хотим, чтобы это было не ноль. А если хотя бы в одном месте равенство нарушается, то уже либо это равно нулю, либо это равно нулю. Так что компоненты нашего тензора они не равны нулю, только когда все три индекса совпадают. Но если мы возьмем значение этих трех совпадающих индексов, любое, от 1 до n, то мы получим, что соответственно компоненты S чему равны, ну вернее чему они там ну вот на самом деле не обязательно единицы, просто какому-то ненулевому множителю лямбда при равном же и ноль при неравном же. А компоненты тензора R чему должны быть равны, чтобы вот это равенство было всегда верным. Вот опять-таки не единица, а единица, деленная на лямбда. Когда? Всегда, правильно. Так и есть. Значит, еще раз. Единица, деленная на лямбда. Потому что если мы возьмем все три индекса одинаковые и равные ну там чему-то, какому-то и допустим, да, то тогда здесь у нас будет единица, а с другой стороны это будет равно S и ИТ умножить на Р ИТ. Получается, что S и ИТ и Р ИТ это два взаимно обратных числа. Причем И здесь может быть любым. Только может быть все-таки это, наверное, зависит от И. Лямбда ИТ. А здесь единица, деленная на лямбда ИТ должно быть. Почему не пойдет? Что еще не пойдет? Лямбда КТ. Здесь единица, деленная на лямбда КТ. Потому что когда вот все три индекса равны, то у нас получается, что произведение двух множителей вот этого на это равно единице. Но сами эти множители могут быть разные, они взаимно обратны друг к другу и они зависят от того индекса, который мы взяли. Поэтому вот S и ИТ, оно равно лямбда ИТ какому-то, а тогда Р, ну там, Р ИТ равно единице делить на лямбда ИТ. А если индекс обозначить через К, то Р КТ равно единице делить на лямбда КТ. То есть если у нас тензор разложился вот так, то тогда обязательно компоненты множителей должны быть такими, как здесь написано. Ну а в чем противоречие? Ну а тогда возьмем КТ, не равная ИТ, и ИТ. То есть возьмем И равно Ж, но не равно К. И тогда получим, значит, что Т там ИТ, а внизу К равно чему? Лямбда ИТ, деленное на лямбда КТ. То есть не равно нулю, да? Не равно нулю. А должно быть равно нулю, потому что у нас у тензора Т только компонента со всеми одинаковыми индексами, отличная от нуля. Противоречие. Значит разложить не удалось. Ну и на самом деле все остальные ситуации разбираются абсолютно аналогично. Я уж не буду на это тратить время. Все, на этом сегодняшний семинар закончим. Домашнее задание будет, как обычно, на страничке курса. В следующий раз продолжим заниматься тензорами. Да и собственно и через раз продолжим заниматься тензорами. А через два раза будет контрольным. Редактор субтитров